Лучшее соотношение – цена-качество. Ради отдыха в белорусском санатории Лариса Андреева преодолела путь в 4000 километров. Сперва самолетом из французского «Нанта» добралась до России. Застряла в Белокаменной на несколько месяцев. Правительство соседней страны закрыло границы. Тогда ограничения сняли, почти сразу отправилась в Бобруйск. Если я приезжаю в Россию, я обязательно приезжаю хотя бы на неделю, на две, на три полечиться, потому что здесь замечательное лечение. У меня есть с чем сравнивать, в том числе с Европой. Здесь удивительные люди и очень хорошее лечение. Женщина родилась в Белоруссии. Рассказывает, много лет живет в России и Франции. Каждый год приезжает на малую родину отдыхать в санатории Бобруйска. Помимо процедур, признается, любит гулять вдоль Березины. Здесь хорошая ванна, здесь очень хорошая грязь. Сопропиловая, по-моему, называется. Это лучшая грязь, одна из лучших. Вот то, что я читала. Хорошая очень вода. Ну и вообще так, все улучшается у них. Молодцы они. В санаторий имени Ленина приезжают из отдаленных уголков России, Израиля и даже США. В 2020-м для иностранцев ввели достаточно строгие правила. Нужно было собрать целый перечень документов. В частности, получить медсправку, сдать тест на коронавирус. Заранее узнали, какие документы нужны будут при пересечении границ. Санаторий предоставил нам по почте ходатайство о разрешении въехать на территорию Белоруссии, нашу бронь, оплату путевки. Ну и, соответственно, никаких проблем не было. Мы спокойно пересекли границу. Мы позвонили в санаторий и нам предложили сделать ходатайство, лицензию. Мы взяли справочки нужные у себя уже на стране. Сдали тест на коронавирус, а потом 2-3 дня эта справка действует, что у нас не было контакта с больными. И поехали. И когда мы проезжали границу, нас спросили, куда мы едем. Мы сказали, на лечение, в санаторий. Они говорят, есть пакет документов? Есть. Бобруйская здравница расположена вдали от промышленных предприятий и шумных трасс. От лишних глаз укрывают лиственные и еловые деревья. Основной профиль – болезни суставов и опорно-двигательные системы. Можно пройти полное обследование, получить консультацию узкопрофильного специалиста или посетить косметический кабинет. По всей территории предусмотрены пандусы. Санаторий, как и другие учреждения здравоохранения, поэтапно возвращается к привычному режиму работы. На входе по-прежнему измеряют температуру. В кабинетах стоят антисептики. Медики ходят в масках. На полу у столов регистрации виднеется разметка. Везде проводится дезинфекция, дезинфекция рук. Также мы работаем в одноразовых перчатках. Все лично в моем кабинете. У нас все одноразовое. Все обрабатывается и утилизируется. Приприняты все меры для профилактики заноса, завоза сюда к нам инфекции. Июль месяц – это был самый пиковый месяц. Максимальная загрузка более сотни процентов. Сейчас мы заполнили на 40. В стенах санатория сейчас оздоравливается 97 человек. Свыше 50 приехали из России. Двери всегда открыты и для белорусов. 3 августа начинается вторая смена. Можно будет провести время с пользой после тяжелого трудового дня. Анастасия Шевцова, Максим Галеонко, Бабруськ, 360.